Впервые в Саров Фёдор Подгорный попал в августе 1955 года. В неизвестный тогда городок Москва-Центр-300 его направили работать в составе группы молодых специалистов. Трудовая биография Фёдора Поликарповича огромна. Он работал инженером, главным механиком, старшим инженером, руководителем службы охраны труда и техники безопасности. По словам юбиляра, он отдал работе большую часть своей жизни и совсем не жалеет об этом. Я очень благодарен судьбе, что я попал в этот прекрасный город и прекрасное предприятие, где я проработал 52 года. Все просто уважали друг друга, трудились и днем, и ночью так, как нужно было стране. Мы сделали большое дело. Самым главным успехом и богатством Фёдор Поликарпович считает свою большую семью. Его дети и внуки также решили связать свою жизнь с работой в Овнеев. По подсчетам родных, общий трудовой стаж семьи в ядерном центре составляет 234 года. Мы с Анной Романовой организовали очень большую семью. У нас есть два сына женатых, четыре внука, двое правнуков. Вот моё все богатство. Фёдор Подгорный сердечно отблагодарил всех, кто пришел поздравить его с юбилеем. Он очень рад, что друзья и родственники не забывают о них с супругой. Всегда поддерживают и помогают. Екатерина Шмакова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.